Уллправда.ру Ирина, здравствуйте. Доброе утро. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутые, так и односложные. Сколько у меня есть времени? Не ограничивайте себе ни в чем. Я буду подробно. Итак, Ириночка, вы приехали в Ульяновск. Первый раз? Первый. Уже успели сложить какое-то впечатление о городе? Да, мне понравился город. Понятно, что каждый человек на моем месте сказал то же самое, сказал бы то же самое, но я прошла, после я прилетела вчера вечером и прогулялась по главной улице, я так понимаю, по улице Гончарова. Я делала фотографии и отправляла их дочке, потому что меня поразили здания. Я понимала, что иду где-то близко к району Мостоженки, там моим любимым в Москве. Очень красивая, я так понимаю, начало 20 века, да, в основном застройка. Красивые здания, модерн, все подсвечено. И позитивные люди три раза ко мне подошли и что-то спросили. Одни девушки попросили разбить спор, молодые люди тоже что-то спрашивали. То есть я сразу оказалась вот в атмосфере города, и мне она очень понравилась. Здорово. Ирина, вы приехали для участия в первой межрегиональной конференции по формированию здорового образа жизни Reaction 2018. Через несколько часов состоится ваш мастер-класс. Несмотря на то, что программа выйдет чуть позже мастер-класса, мы говорим пока в будущем времени. Скажите, что ждет ульяновцев в рамках вашего мастер-класса? Вы знаете, я привезла свой огромный практический опыт. Это первое. И главное, почему я здесь, потому что можно прочесть огромное количество учебников, можно иметь много образований, но если у тебя нет базы клинициста, практики, как говорят врачи, то твои знания, они теоретические. Не более того. Я сама прошла большой путь от любителя к выступающему спортсмену и дальше уже к экспертному тренеру. И это все были годы тренировок не только со своим телом, но, конечно, огромное количество людей, которые прошли через меня. И постепенно знания, которые я получала в учебниках, они сильно добавлялись, они сильно обогащались и где-то менялись уже откликом людей. То есть различные схемы по питанию, по тренировкам. Я видела, как они работают, либо не работают. И этим всем я готова делиться, я люблю делиться. И это все ждет. А что они вынесут после вашего мастер-класса? Знаете, что я всегда люблю делать, это дать человеку задуматься и дать человеку мысль, что все, что он видит в зеркале, то есть наша физическая форма, это прямое отражение, это действительно так, наших мыслей и наших действий. И эти действия регулярные, ежедневные, и они кажутся простыми и обычными. Но именно из простых, но правильных действий складывается твое отражение в зеркале. То есть вы подходите в зеркало и не просто констатируете, это мне не нравится, это плохо, а вы видите, я здесь недоработал, я это делаю неправильно, я мало сплю, я недостаточно слежу за волосами, за кожей, за характером. И это тоже очень важно. Потому что эмоции, они имеют отражение в теле, гормональное отражение. Если нам радостно, у нас одни гормоны, если нам грустно, у нас вырабатываются другие гормоны. И получается, что эмоция становится твоей физикой. Вот про это и поговорим. Как вы пришли в фитнес, Ирина? Я пришла как любитель за плечами моими занятия художественной гимнастикой в детстве, обычная секция, где я провела несколько лет, где я тянулась, работала с лентой, работала с мячом, это два моих любимых предмета. И потом выросла, после чего тренер сказал, не перспективная девочка, очень длинные конечности, давайте ее куда-нибудь в другое место. Меня отдали в музыкальную школу, но вот эта закваска спортивная, она, конечно, во мне осталась. И уже начиная во взрослом, там, 15-летнем, 16-летнем возрасте, я начала сама тренироваться, сама бегать на тот момент, потом пришла в тренажерный зал, и постепенно мое увлечение, мое хобби стало моей профессией. Вы получили спортивное, музыкальное или какое-то другое образование? Я получила первое образование, это гуманитарное, то есть любое высшее образование учит тебя правильно воспринимать информацию и не просто ее запоминать, а анализировать и каким-то образом пользоваться ей. То есть информация без применения, она пуста, ровно как язык, да? Если ты только знаешь слова, но не говоришь, он становится для тебя пустым. После этого я получила второе высшее образование уже в университете физической культуры, то есть оно уже было профильное и позволило мне работать по моей специальности. Ириночка, скажите, есть ли тот самый возраст, после которого фитнес уже не стоит идти, а стоит включить в жизнь только занятия ЛФК? Вы знаете, когда мне было лет 15, я думаю, у вас был такой же период, когда вы загадывали себя во взрослом состоянии. Вот в 15 лет я видела себя в возрасте 26, это был 2000 год, и мне казалось, все, новое тысячелетие, 26 лет. Дальше я просто даже не могла представить, что мне когда-то будет 36, 46 и так далее. Я сейчас, имея четыре десятка за плечами прожитых лет, могу сказать, никогда не поздно начинать. В любом возрасте, да, мы имеем разную скорость восстановления, мы имеем разный физический потенциал, но найти для себя, помимо ЛФК, упражнения и тренировки, которые включают ваше тело, вы знаете, есть, я наблюдаю за людьми, которые разные применяют танцевальные практики, практики по медитации, по расслаблению, такие спокойные, такие очень плавные виды спорта, и я понимаю, что эти люди словно не могут понять, как здорово ездить на скорости 100 км в час, они находятся на 50 км, да, они воздействуют на свое тело, но нет этого куража, нет этого шампанского в крови, поэтому я в своих лекциях, в своих семинарах всегда призываю попробовать что-то, если не экстремальное, то активное, это может быть вело, только это правильный сайкл, это не велопрогулка на скорости 20 км в час, а это определенное количество ватт, которые ты вырабатываешь, я приглашаю людей бросить вызов себе в плавании, в беге, в велоспорте, это очень интересно, это другой адреналин, это другой драйв и другой ответ. Адреналин, скорость, цифры, любите погонять? Конечно, конечно. Какой у вас автомобиль? У меня кроссовер, компактный кроссовер, я пробовала разные автомобили в своей жизни, моя практика вождения, это 20 лет, права пора менять в этом году, и я понимаю, что я ездила на седанах, не то, я ездила на больших джипах, то есть муж мне доверял поводить свой Хаммер, и я понимала, вообще не то, я теряюсь в большом автомобиле, и поняла, что моя история, это компактный кроссовер, который имеет полный привод, и при этом, который можно поставить в городе, ну, в какое-то вменяемое место влезть. Правила нарушается, Ирина? Нет. Нет, я не нарушаю. Знаете, что я могу сказать? Я, конечно, лихачу, я люблю... Маневрировать? Маневрировать в потоке, но за счет большой практики и все-таки уважения к другим водителям, я делаю это, назовем словом, красивым, экологично. То есть я всегда смотрю помехи и понимаю, могу ли я вызвать своим маневром шок или стресс у водителя другого, который едет рядом. Проценток в десяти вызываю, конечно. Но извиняюсь. Ириночка, читая ваши посты, я знаю, что у вас есть взрослая дочь. Ну да. И, насколько мне известно, она закончила в этом году школу. Вы поступили? Мы поступили, мы закончили школу. Мы. Мама всегда. Считает, что она училась 11 лет. Ксюша закончила в прошлом году 11 классов и попросила у меня свободный год. Из всего потока она училась в хорошей школе, из всего потока кроме нее поступили все. Ксюша была такой белой вороной, по сути. Но я поняла, что если она это просит, ей это действительно нужно, она говорит, мам, я не хочу делать необдуманный шаг. Она шла в высшую школу экономики, престижный вуз в нашей стране, в Москве. Поступила туда, но не пошла учиться. И через год она поменяла заведение. Сейчас она поступила в школу-студию МХАТ. Она грезила МХАТом, она мечтала о нем. Только не на актерские факультеты, а на продюсерские. И для нее это там экономика. Там как раз схожая с вами специальность введения различных мероприятий. Будь то выставки, спектакли, кино, киноиндустрия. Сейчас вы видите счастье в ее глазах? Вот я приземлилась в Ульяновске. Почему еще такая эмоция? Потому что я приземлилась только-только. И Ксения сказала, что она поступила. То есть она позвонила и в эту же секунду... Боже мой, как нам повезло. Ведь у вас такой счастливый вдвойне. В тройне. В тройне. Ириночка, девушка Ксения на спорте? Конечно. Вы контролируете ее? О, да. Расскажите, пожалуйста, как вы влияете на ее предпочтение в питании, нагрузке? Начнем с того, что в первом классе Ксюша пошла на хип-хоп, потому что мама привела ее за ручку. Потому что мама не дотанцевала в своей жизни. Мама занималась на фортепиано, но с художественной гимнастикой так не сложилось. И вот эта вот тяга к пластике, к танцу, естественно, я передала ее своей дочке. На удивление, ей понравилось. То есть она так же, как и я, 10 лет она занималась хип-хопом на уровне чемпионатов России, Европы и мира. Она летала в Америку, она объездила огромное количество стран. И самое главное, что когда ребенок имеет долгую свою, назовем, спортивную карьеру, танцы, хип-хоп, это около спортивная карьера. Потому что очень много довольно сложных движений, там и силовые элементы. И человек соединяется с детства со своим телом. Она не может без нагрузки. Вот так как мы ее не пережали, то есть не было спортивных разрядов, она не мастер спорта, она, ну скажем, в удовольствии занималась. Вот эта потребность к тренировкам у нее, мне даже не надо вырабатывать, ее выработали в детстве. Это пробежки, это йога, она очень любит стрейчинг. Это упражнения с весом собственного тела. По питанию хороший вопрос, потому что Ксюша вот за свою уже взрослую жизнь, начиная с 15 лет, когда она уже выросла, она меняла вес плюс-минус 10 килограммов. И я, будучи диетологом, будучи тренером, видела, по сути, мучения собственного ребенка, который ограничивал себя в еде. Говорить ей о том, что Ксюше нужны жиры, Ксюше съешь фрукт, Ксюше не надо на ночь пить только кефир, не работали. И я понимала, что я с бессильными руками могу только наблюдать и принять этот этап, который она проходила. Она действительно похудела на 10 килограммов, она работала моделью, вот как раз тот год, когда не поступила. Потом она набрала, это естественно, потому что человек не может быть в постоянном ограничении, не дышать условно, да, либо не есть. И сейчас вот этот опыт, когда сначала очень мало, а потом больше, чем ей нужно, когда она веселая, она говорит, мама, я не могу на себя смотреть, это в 17 лет, простите, да. А я понимаю, что это просто хорошее тело, но оно не стройное, недостаточно стройное. Это ее персональный опыт, и она огромное количество знаний и пониманий приобрела, совершив ошибки. Иногда нужно давать человеку эти ошибки совершить, вот к чему я. Вы даете персональные тренировки? Я проводила персональные тренировки лет 10 в своей жизни, после этого я перешла на более массовую работу, то есть в моем... Мастер-классы, тренинги на уроке? Тренинги, да. Мероприятия, это даже не мероприятия, а такие классы с тысячами людей. То есть я веду параллельно большое количество людей и получаю, соответственно, огромное количество обратной связи. Это очевидно. Вы дарите такой поток энергии людям, это не может не быть воспринято как-то иначе. Ирина, скажите, а бывают ли такие моменты, что у вас опускаются руки, несмотря на то, что вы знаете, что у вас сотни тысяч поклонников в России? Конечно, конечно. В каких случаях и как себя вы ведете в периоды стресса? Удивительным образом устроен человек, что любая его профессия, это же труд. Это труд, это вложение физическое, эмоциональное. И человека выматывает, ровно так же, как человека выматывает тренировка. Если она не выматывает, это значит, ты где-то схалявил, где-то ты пожалел себя. Вот профессия точно так же выматывает. И к этому нужно относиться, ну как, не то что философски, а я просто опускаю руки. Я ничего не могу с собой сделать. Этот период у меня занимает около месяца. Вот где-то раз в году, это вот уже прям статистика. В течение месяца я ничего не делаю. Вот тот самый советский отпуск, который нам был положен, мой организм совершает сам. Причем вне зависимости от того, отдыхаю я в этот момент или у меня активная работа. Ну, позволяет график сделать так, что вот ты делаешь паузу. Я не тренируюсь интенсивно. Вот как раз в мае, в конце мая сломала палец на ноги, и у меня получился отличный повод не заниматься. И я стараюсь по минимуму общаться. То есть я ухожу в подполье такое эмоциональное и в тишину. Бесполезно в этот момент пытаться себя чем-то наполнить. Надо прожить этот месяц без ощущений, без эмоций. И потом, вы знаете, на восходящих оно само собой, это как земля, которой нужно отдохнуть. Банальный, но очень четкий пример. Вы поддерживаете вот эту советскую практику 28 дней отдыха. Ведь сейчас это уже перестало быть трендом. Люди берут вот маленькие кусочки по 5 дней, 2 недельки, ездят в Турцию, Грецию, отдыхают. Организм меня заставляет это сделать. Ну, как заставляет? Заставляете ли вы делать это? Рекомендуете ли вы это своим слушателям, клиентам? Вы знаете, такие вопросы задаете, о которых я даже не задумывалась, что можно это передать именно еще и этот инструмент. Умей раз в году, в течение месяца быть на нуле, быть на нейтралке. Сегодня на семинаре передам. Я так рада, что я первая получила этот совет. Ириночка, один из партнеров конференции Reaction 2018 – это фармацевтическая компания Spikiasol. Очень новый бренд. В России он представлен только в Москве и в Ульяновске. Вы принимаете биологически активные добавки, которые продвигает этот бренд? Да. Расскажите, как вы к этому пришли и насколько это нужно человеку? Когда мы имеем 20-30 лет за плечами, вся наша гормональная система, молодость, она работает на нас, конечно. Это хорошее самочувствие, это правильный сон, это быстрое восстановление. И ты запоминаешь это состояние. Я могу сказать, что до 35 лет мое состояние было с детского возраста до 35 абсолютно ровным. Я могла поспать 4 часа, быть свеженькой, и все-все было хорошо. Но прошло еще энное количество лет, и я стала наблюдать, что я даже выспавшись, не чувствую тонуса, не чувствую бодрости, несмотря на то, что режим правильный, и все в порядке, ничего не поменялось кардинально в моем рационе, в моем режиме. И это, конечно, омега-3, я начала именно с этих добавок. Потом был витамин D, потому что просто сдала анализ. И мы живем в климате, где очень мало солнечных дней в году. И я понимаю, что периодически, я не делаю это постоянно, есть две категории, три категории людей. Те, которые считают, что это страшное лекарство, и не смотрят в эту сторону. Но это, скажем так, некое еще невежество. Люди, которые периодически к чему-то обращаются точечно, я себя к этой категории отношу. И люди, которые сидят целиком на добавках, вот горсти, пригоршни, вне зависимости от времени года. Я вот повторюсь во второй категории. Я понимаю, что это так же, как лекарственный препарат по назначению, по потребностям организма. Это очень хороший инструмент. Спирулина, альфа-липолевая кислота, то есть такой антиоксидант мощнейший для организма. Почему нет? Спасибо. Ирина, красивое тело здорового человека. Можете разложить в процентном соотношении? Генетика, физические нагрузки, питание? Даже не 50, а 40% генетика. Я смотрю на своего брата и понимаю, что мы дети одних родителей, но немножко по-другому относились к своему телу. С детства причем. Генетика 40%. А что с ним? Он красивее вас или он что-нибудь? Красивее меня это очень сильно тревожит. Вы знаете, мой брат, младший брат, он как раз ушел в бизнес, ушел в то, что мужчина должен быть социально значимым. И буквально несколько лет назад он понял о том, что его тело, ну, человеку 30 с небольшим лет, ну, прямо совсем не эстетично. Прости, Сережа. И он занялся боксом, то есть просто пошел на секцию бокса, а это огромный объем тренировочный. Он пришел к желаемому отражению? Вот сейчас намного лучше, но я понимаю, что если бы была детская подготовка, детский, вот, правильный, правильная колея, то было бы еще лучше. Он прислушивается к вашим рекомендациям и даете ли вы их ему? Скорее приглядывается. То есть я стараюсь вот своих не трогать, назовем это так, но он больше наблюдает со стороны и понимает, сравнивает, соответственно, и понимает, что только в этом, только в нагрузках есть вот путь к гармонии именно физической. Итак, 40% генетика, 40% образ жизни очень важно каждый день, что ты делаешь, как ты спишь, качество сна, как ты ешь и как ты используешь свое тело, мышцы, которые даны нашему телу, чтобы работать. То есть это орган, сердце бьется, легкие принимают кислород, мышцы должны работать. Поэтому если они не получают то, к чему они предназначены, они становятся абсолютно ненужной субстанцией в организме. А как быть? Мы за рулем, мы в офисе, мы сидим, и частик занимаемся. У каждого человека есть 40 минут времени в день, есть это время. Вопрос, какого качества будет эта нагрузка. И наша задача сделать ее интенсивной, сделать так, чтобы 20% осталось на питание. Нет, 40% образ жизни туда входит, питание, и 20% как-то мало я оставила, но назовем это образ мысли, отношение к жизни. Это, вы знаете, я открываю учебники прошлого века, начала прошлого века по диетологии, и вижу прекрасное слово психосоматика. Это вот преимущественное состояние тебя. Либо это минор, либо это какое-то созерцание такое, ничего не делание, либо это активная позиция и радость от того, что ты живешь, что у тебя есть нагрузка, у тебя есть стрессы, у тебя есть большое количество занятий. Человек, который этого не имеет, он не становится здоровее, он становится слабее. Поэтому то, что вы перечислили, режим, работа, какие-то дела домашние, это все в плюс, это не минус. Ирина, вы много путешествуете по России с мастер-классами, тренингами, встречами на профессиональную тематику. Скажите, пожалуйста, отношение россиян, которые живут в регионах, к здоровому образу жизни, отличается от отношения к зожу столицы? Принято считать, что столица это что-то прогрессивное. Я думаю, это не совсем правильно. Столица в силу потоков, которые происходят там, какие-то инновации, какие-то новые технологии, в столицу это попадает быстрее. То есть мы можем прикоснуться к огромному количеству разных методик. А в регионах, вот что я могу вам сказать, в регионах люди больше ценят те инструменты, которые есть у них. Объясню. Я была недавно во Владивостоке, и я понимаю, что пол города бегает. Казалось бы, ничего тебе не нужно для бега, кроме кроссовок правильных, обундирования, одежды. Все. Пол города находится в этом движении. Так как это город на воде, огромное количество людей плавает. То есть люди ценят то, что есть именно в их регионе, в их районе. Не знаю, что ценят, чем хотят заниматься жители Ульяновска. Я думаю, сегодня я это узнаю. Ириночка, у нас вчера было два круглых стола, посвященных развитию индустрии, фитнес-индустрии и правильному питанию. И специалисты, в основном медики, говорили, что из фитнес-зала к ним приходят пациенты очень часто изнеможденные, травмированные или близкие к каким-то болезням. Подскажите, где та грань, и можно ли ее почувствовать, когда спорт приносит уже больше вреда, нежели пользы? Вы абсолютно правильно заметили эту тенденцию. Сейчас многие люди занимаются очень интенсивными нагрузками. Я имею в виду триатлон, длинные марафоны, полумарафоны. Не имея с детства спортивной базы и спортивной подготовки. Давать такие большие нагрузки действительно кроссфит. То есть это тяжеленная, интенсивная, силовая работа. Функциональная с точки зрения скорости выполнения упражнений. И лучшим показателем, вы знаете, самое главное понимать, что человек, никто, ни внешний специалист, ни тренер, ни врач, не отвечает так за твое состояние и здоровье, как ты сам. Ты проживаешь изнутри себя. Ты понимаешь свое преимущественное состояние. Все время болит, кружится голова. Ты чувствуешь себя хуже после тренировки. Вот золотое правило, после тренировки и эмоционально, и физически тебе должно быть хорошо. Ты устал, но тебе хорошо. Если тебе плохо, если мутит и если утром ты как будто избитый всеми на свете пыльными мешками, неправильно. Свою меру выбирайте, пожалуйста. Очень внимательно следите за частотой сердечных сообщений. То есть все датчики, все холтеры, все приборы, которые помогают тебе понять, как работает твое сердце, успевает ли оно за твоим телом обеспечить кислородом работающие мышцы. Не надо это игнорировать. Этим важно заниматься. И когда ты находишься на тренировке в постоянно красной зоне, это пульс выше 160 ударов в минуту, для среднего человека, 30-летнего, это неправильно. Это профессиональные спортсмены своей адаптивностью к нагрузкам стремятся занизить пульс во время любой деятельности, даже если человек бежит на марафонскую дистанцию. А люди зашкаливающим пульсом считают, что это здорово. Нет. Ирина, вы написали книгу «Идеальное тело». Очень интересная. Я прочитала почти половину, что я обязательно дочитаю до конца. Как вы пришли к тому, чтобы написать книгу? Мне позвонило издательство, естественно, и АСТ, и предложила. Это был первый сезон проекта «Взвешенные люди». Понятно, что, помониторив и поняв, что совсем скоро я буду интересна широкой публике. И, имея уже опыт, в моей компетенции были глубоко больные люди. Не только в моей. Это были врачи, это были диетологи. Я выступала как тренер. И мы вот таким составом очень хорошим, с анализами, с психологами, мы вели этих людей от тотального нездоровья к хорошей физической форме. И самое главное, к хорошему самочувствию. И весь этот опыт есть в книге. Там не указана схема экстремального похудения, то, что мы делали на проекте, потому что это жестко, это сложно сделать самостоятельно, я это имею в виду. Но там есть разумные, здравые инструменты, которые могут применить абсолютно все люди, которые понимают, что их группа здоровья средняя, норма. То есть это тоже очень важно понимать. Это книга для здоровых, но немножко ленивых людей. А какую книгу вы читаете сейчас сами, если читаете, если есть на это время? Да, конечно. Она называется «Мой удивительный кишечник». Вы всегда читаете профессиональную литературу? Даже не удивительную, а очаровательную. Мне понравилось название этой книги. Не только профессиональную литературу я читаю. Это книга, где сложные физиологические процессы донесены понятным языком, вменяемым для обывателя. Не имея медицинского образования, но тем не менее, не имея спортивное, но тем не менее, понимая, что это очень близкие области, моя страсть – это общение со специалистами, с врачами, которые с большим удовольствием почему-то со мной делятся, потому что я вцепляюсь в человека, в остеопата, в хирурга, в диетолога. И для меня это всегда самая содержательная беседа и самый большой интерес. Из непрофессиональной литературы момент огромного чтения – это 20-30 лет. Наверное, это вся художественная литература, это как проза, так и поэзия. Я не буду сейчас сыпать. Потом пошла более духовная литература, «Беседа с Богом не лош», «Халиль Джибран, пророк». Но это не связано напрямую с, скажем, с пророком. Это просто название книги. И духовная литература, она тоже была каким-то периодом. Сейчас, да, это почти всегда профессиональное. Ирина, откуда вы черпаете новости? Из каких источников? Информацию о трендах? Конечно, интернет. Вы знаете, самым классным инструментом для меня является моя дочь. Потому что она как раз на пике, на острие того, как можно получить информацию. Сейчас появилось огромное количество семинаров, которые записаны, которые есть в свободном доступе в сети. То есть вот это онлайн-обучение, платное либо бесплатное, для меня это очень классный инструмент повысить собственный уровень. Вчера мы смотрели, например, кстати, Ксюша говорит, «Мам, ты завтра будешь выступать на широкой публике, я знаю, что ты уже это делала много раз, но давай мы посмотрим семинар, связанный с ораторским искусством». И вот эти мелочи, руки вниз, руки вверх, прямое указание, либо жест, язык жестов, я с таким удовольствием услышала, посмотрела эту лекцию. Далее еще одна лекция. Есть такой портал TED, TED, дальше не помню, как он называется. Три просто больших буквы, где собраны семинары по огромному количеству тем, коротенькие, 8-10-минутные, но ты получаешь огромное количество правильной и нужной для себя информации. Как перестать откладывать любые дела на потом, как свою жизнь перестать откладывать на потом. Вы прокачиваете не только физически, но и эмоционально, духовно. Это очень здорово. Ириночка, вы очень активны в соцсетях. Что дает вам эта активность? Только инстаграм. Инстаграм случился сам по себе, потому что случился проект «Звешенные люди». Моя подруга завела мне страницу, и там сначала было тысяча, две, потом оказалось пять, потом десять тысяч подписчиков. И я поняла, что надо что-то с этим делать. Не то что что-то делать, а я понимаю, что есть люди, которым искренне интересны мои мысли, мои размышления, мои методики. Понятно, что все не выложишь в открытом доступе. Ты несешь ответственность за ту информацию, которую ты выкладываешь. То есть это только общие рекомендации, нельзя сделать конкретику. Но это увлекательный процесс, потому что ты вдруг видишь свою аудиторию, ты ее встречаешь на семинарах, и ты понимаешь, что это не просто аватарки, а это живые люди, которые что-то от тебя получают. И ответственность, и желание этого контакта, это не то, что я такой прям суперчеловек, который делает добро людям. Я сама огромное количество позитива и вдохновения получаю от обратной связи людей, которые на меня подписаны. Это взаимный процесс перетекания энергии, информации и, самое главное, эмоций. У вас есть мечта, Эрина? Да. Скажете? Поделитесь? Да, конечно. Мне очень интересно, так как много действительно путешествую по стране сейчас, жить в разных городах. Вот знаете, моя мечта – это месяц пожить в Тбилиси. Не приехать туда на два дня, а погрузиться в эту культуру, в эту атмосферу. Мне очень понравился город Сочи. Я с удовольствием пожила также во Владивостоке. Я столкнулась с по-волжским регионам. Следующий центр – Тбилиси. Тбилиси, да. Осенью я хочу месяц. Ну, просто снимаешь квартиру, да, и находишься не как турист, а как человек, который сейчас живет в этом городе. Абориген. Абориген, да, да. Ириночка, вы потрясающая собеседница. Вы мощный, сильный эксперт, спикер. И я желаю побыстрее Ульяновцам соприкоснуться с вашей бешеной энергетикой. Дорогие друзья, мы отпускаем Ирину Турчинскую. Готовиться к мастер-классу в рамках конференции Reaction 2018. Это была программа «100 вопросов». Смотрите нас на улправда.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова